Березовая золотая роща отговорила веселым языком, и осеннюю грусть сменяют хандра и тоска. При этом выражаться в творчестве такие эмоции не спешат. Как справиться с осенним настроением, говорим сегодня в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях в студии Елена Резепова, медицинский психолог. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена, почему осенью, как правило, всегда плохое настроение? Что, закончился отпуск, закончились каникулы, и мы должны приступить к работе? Это дополнительный стресс для нас? Да, это тоже, конечно. Причины лежат на поверхности, наверняка все их знают, но не лишним будет обозначить. На первом месте я бы выделила то, что происходит просто перемена погоды, перемена времени суток, то есть световой день уменьшается, меняется количество поступающих эмоций, впечатлений. И вот эта смена одного периода другого, она у нас называется в психологии смена динамического стереотипа. То есть это так звучит грозно, научно. Динамический стереотип – это физиологическая основа всем известного слова «привычка», то есть физиологическое обеспечение привычки. Привычный образ жизни меняется, и вместе с ним меняется динамический стереотип, который у нас существует в головном мозге. Поэтому, конечно, нашей психике требуется, ну, может быть, чуть больше ресурса, чуть больше энергии, сил на то, чтобы перестроиться. Поэтому человек воспринимает этот переходный период, как, впрочем, и любой другой переходный период, когда нам нужно поменять преимущество жизни. Но мы же зимой в весну переходим, не так болезненно, или, например, из весны в лето. Осенью как раз-таки это сделать очень сложно. Тем не менее, весной тоже существует весенняя так называемая депрессия. Она, конечно, менее распространена, потому что, конечно, здесь осенью накладываются и другие факторы. Вот следующий как раз фактор то, что уменьшается количество солнечных лучей, попадающих в сетчатку глаза. За счет того, что, конечно, уменьшается световой день, и, конечно, погода более пасмурная, все чаще дождик, все реже мы видим солнце. Почему это важно? Исследователи выделяют такие три основные гипотезы. Например, когда солнечный день сокращается, у нас увеличивается выработка мелатонина, так называемого гормона сна. То есть, когда его много, мы засыпаем. Он начинает вырабатываться вечером. Поэтому осенью мелатонина становится больше, и люди чувствуют себя более сонливыми, вялыми. А также то, что у нас световой день короткий, это вызывает уменьшение серотонина. Другое вещество, другой нейромедиатор. То есть, серотонин у нас выделяется под воздействием солнечного света. Соответственно, меньше солнечного света, меньше серотонина. А серотонин называют гормон настроения. Поэтому и настроение может несколько снизиться, потому что серотонин немножко понижается. Ну и третье вещество, всем известно, сейчас очень много о нем говорят, это витамин D. Витамин D тоже вырабатывается под воздействием солнечных лучей. И он принимает участие в выработке в синтезе серотонина. Поэтому такая связь, что, конечно, все вместе, в совокупности приводит к тому, что осенью люди испытывают такую хандру, немножко угнетенное настроение, чаще, конечно, чем весной. Мы часто смешиваем эти понятия осенних хандра, тоска, грусть, депрессия. Вот с точки зрения медицины, психологии, как их можно разделить? И что из них опаснее? Да, ну здесь важно понимать, что есть, я бы вспомнила такую известную шутку, что грустить легче в Мерседесе, чем в маршрутке. Конечно, у большинства людей есть те или иные проблемы, трудности психологические. Есть какая-то неудовлетворенность жизнью, что-то нерешаемое, какие-то проблемы, какие-то, возможно, трудности внутри личности, когда человек недоволен своей жизнью, недоволен сам собой. Но в то же время летом больше таких отвлекающих факторов, когда мы можем пойти прогуляться, подышать воздухом, насладиться природой, поехать в приятную поездку. А осень как бы вынуждает человека остаться один на один со своими проблемами, трудностями. То есть они как бы становятся более выпуклыми, более заметными для человека, уже не так легко отвлечься. Плюс осень, особенно вот более поздняя осень, это время подведения итогов, когда мы вспоминаем, а что же мы на Новый год думали, планировали, какие надежды наши осуществились, какие планы сбылись. То есть, по сути, для нас осень — это Новый год, да? Ну, это на подступе к Новому году, когда мы, ну, несколько бываем разочарованы прошедшим годом. И это всё тоже как бы ввергает в уныние. Но надо понимать, что это, в принципе, для человека нормально. То есть мы испытываем самые разные эмоции, положительные и негативные нам нужны для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы делать выводы, корректировать что-то. Но есть, конечно, ещё и непосредственно болезнь депрессии, уже медицинский диагноз, который нужно отграничивать, потому что в этом случае уже необходима медикаментозная помощь. Не просто работа над собой, а обращение к специалисту. И если мы говорим про осеннюю хондро, то это, как я уже сказала, некоторая вялость, сонливость. То есть человек стремится поменьше выходить на улицу за счёт того, что погода не очень располагает. Может быть, не хочется особо ничем заниматься, хочется немножко полежать, поспать. Как вот некоторые животные впадают в спячку, так и человек. Но в случае депрессии все эти симптомы будут более выражены. Они будут выражены настолько, что будут мешать нормальной жизнедеятельности. То есть нормальное функционирование человека будет затруднено. Важно обозначить, что это могут быть нарушения сна. Это чаще всего, конечно, бессонница. Очень серьёзная, мучительная бессонница. Но может быть и повышенная сонливость такая непреодолимая, когда человеку очень трудно заставить себя встать утром или очень трудно не уснуть где-то на работе днём. А также, конечно, нарушение аппетита. Чаще всего это отсутствие аппетита. И очень тревожный признак, когда именно человек начинает худеть, терять вес. Угнетённое, подавленное настроение настолько, что возникает желание просто закрыться ото всех, ни с кем не общаться, никого не видеть. И субъективно это воспринимается очень тягостно. Человеку хочется постоянно плакать, он становится раздражительным. Или же, как я уже сказала, происходит такое замораживание. Хочется просто лежать, отвернувшись к стенке, ничего не делать. То есть полная апатия, утрата интереса ко всему, что было раньше интересно. Елена, а кому бежать с такими симптомами? Это уже пора к врачу или можно сначала к психологу сходить? Вот чем занимается психолог и чем будет заниматься психиатр? Кстати, многие наши телезрители ещё так для себя не решили и не определили, в чём разница между этими специалистами. Ну, есть ещё у нас психологи тоже разные. Есть клинические, медицинские психологи, есть просто психологи. Вот с состоянием депрессии лучше, конечно, обратиться к клиническому, медицинскому психологу, потому что это его непосредственно сфера деятельности. Он занимается психическим здоровьем. И если психолог всё-таки работает с психически здоровыми людьми, ну и с людьми, у которых пограничные расстройства, то психиатр, конечно, уже лечит психические заболевания. А медицинский клинический психолог лишь выступает как бы в помощь ему. Поэтому если у человека настоящая депрессия, то нужно, конечно, обращаться к психиатру, к психотерапевту за тем, чтобы было назначено медикаментозное лечение, а уже психологическая помощь здесь будет вторичной. Если же у человека трудности, не выходящие за рамки какой-то такой средней, усреднённой реакции, то есть он может функционировать, прежние интересы ему, в принципе, также доступны, он интересуется чем-то, может быть, чуть в меньшей степени, но тем не менее, интересы сохраняются, сохраняется желание жить, желание что-то делать, к чему-то стремиться, то здесь лучше обратиться к психологу. Елена, давайте ещё раз подчеркнём, почему же всё-таки иногда полезно осенью похандрить? Да, важно, если уже перейти к тому, что же всё-таки с этим делать. Да, здесь я немножко отступлю для начала. Самый первый совет, он достаточно скучный, люди его не любят, это здоровый образ жизни, то есть помочь своей психике, как я уже сказала. Немножко наш мозг испытывает более большие нагрузки, нежели в привычной обстановке, поэтому мы должны его поддержать. Обязательно полноценный сон, не меньше, как говорят, 8 часов, ну, конечно, это в идеале, хотя бы не меньше 6, то есть 6-8 часов именно ночной сон, то есть ложиться нужно не позднее 11-12 часов вечера, потому что, опять же, выработка мелатонина идёт в определённое время. Также сон должен быть в комфортной обстановке, в темноте, в тишине, то есть полноценный сон, полноценное питание, физическая активность. И мы можем использовать так называемый биохакинг, сейчас тоже модное слово, да? А что это такое? То есть, ну, использовать, опять же, нашу физиологию, знание секретов физиологии для того, чтобы быть бодрее, сильнее, умнее. И вот если в этом ракурсе, то надо обозначить, что есть у нас 4 гормона таких радости, так скажем, объединимых, 4 гормона радости, которые могут нам пройти, могут помочь нам пройти вот этот осенний неприятный период. Первый гормон, ну, мы уже обозначили, да, гормон серотонин, то есть гормон хорошего настроения. Он у нас вырабатывается, опять же, когда мы высыпаемся, когда мы вкусно кушаем, когда мы себя чем-то радуем, приятное общение, приятные занятия. Есть также гормон удовольствия, это нейромедиатор, который называется дофамин. Дофамин у нас вырабатывается, когда мы чего-то достигаем. То есть это такое вознаграждение мозга, когда мы что-то сделали хорошее для себя, для физиологии, для личности, что-то полезное, и нас, мозг. То есть такую копилку хороших дел завести и кидать в нее камушки, да? Да, ну, как показывают последние исследования, дофамин вырабатывается даже от предвкушения чего-то. То есть, ну, например, хотя бы можно начать мечтать, да, строить планы. Пусть не сейчас, через какой-то период времени я хочу вот освоить то-то, то-то, я хочу добиться того-то, того-то. Не зря так людям нравятся компьютерные игры, игры в приложениях, потому что когда мы достигаем там определенного успеха, вырабатывается дофамин, который обеспечивает нам вот это чувство удовольствия. Поэтому вот мы сейчас обозначаем основные советы. Но здесь важно, конечно, соблюдать меры. Вот если серотонин приносит нам вкусная еда, то понятно, что нужно, чтобы эта еда была здоровой, чтобы это было оптимальное количество этой еды. Так же и с дофамином. То есть, да, это неплохо поиграть в хорошую компьютерную игру, которая вам нравится, но нужно знать меру, да, чтобы это не было уже зависимостью, чтобы это не вредило. Так же дофамин, например, вырабатывается, когда мы кушаем шоколад. Не зря мы вот так интуитивно, да, хотим себя поддержать, например, в трудные периоды, в стрессовой ситуации. Хочется съесть шоколадку. Это тоже биологически обусловлено, это нормально. Важно, чтобы это не было такой вредной привычкой, так скажем, чтобы количество съеденного шоколада не было чрезмерным. Следующий гормон, который называют у нас в психологии гормон любви, гормон объятий, это окситоцин. Окситоцин у нас вырабатывается, когда нас кто-то нежно обнимает, нежно гладит. Поэтому можно тоже себе помочь, придумать какие-то способы, чтобы немножко повысить уровень окситоцина. Ну, например, общение с близкими, с родными, где можно даже немножко обняться где-то, покувыркаться с детьми, например. Да и просто общение с близкими людьми тоже вызывает выработку окситоцина. Ну и также тактильное ощущение, например, сходить на сеанс массажа или одеть что-то там приятное, какую-то мягкую теплую кофточку, завернуться в уютный плед, например. И последний гормон радости — это эндорфины. Всем известны, да, когда мы испытываем чувство большого счастья, эйфории. Эндорфины у нас вырабатываются для обезболивания в организме. Эндорфины тоже можно поднять себе. Такой общеизвестный совет — это физическая активность, то есть занятие спортом, опять же, умеренно, в удовольствие, чтобы повысить уровень эндорфинов. И если уже подойти к тому, что вы сказали, да, что все-таки, да, я полностью с вами согласна, что все-таки ничего страшного в том, чтобы немножко погрустить, похандрить, нет. И первый шаг к тому, чтобы от этого избавиться, это наоборот обратить на это внимание, не бояться вступить в контакт с самим собой, со своими чувствами, разобраться. Можно провести такой внутренний диалог, но что тебе не так, да, что тебе не нравится, давай поговорим, в чем причина. То есть увидеть в себе этот дискомфорт, разрешить его, позволить себе какое-то время побыть в этом, а потом оказать самому себе эмоциональную поддержку. И конструктивное решение принять. Да, да, сказать с одной стороны, да, мне тебе жалко, да, вот плохо, что так, ну давай подумаем, что с этим делать, да. Ну, тоже всем известный совет. Если с этим можно что-то сделать, составить план, да, как-то себя обнадежить, вот мы можем рассчитывать на то, на это. Ну, а если есть какие-то обстоятельства, которые трудно изменить, тогда принять их, приспособиться, научиться видеть радость, несмотря ни на что. Опять же, как говорят, у природы нет плохой погоды, да, и это тоже зависит от человека. Увидеть красоту и в лужах, и в пасмурной погоде. Опять же, это на контрасте заставляет ценить больше уют. Как приятно быть дома, в тепле, да, пить вкусный чай, когда за окном непогода, например. Ну, сейчас перечислили всевозможные гормоны, которые отвечают и за наше настроение, и за удовольствие, и за радость, и так далее. Ну, сейчас многие зададут себе вопрос, а пошел, купил все эти гормоны в аптеке, выпил, принял разом, и тебе уже будет хорошо, на месте никуда идти не надо, и усилий никаких не прилагать. Потому что, в принципе, человеческий организм, штука-то ленивая. Ой, нет, ни в коем случае. Как и в остальных, во всех вариантах, самолечение недопустимо здесь. Если мы вот говорили про витамин D, то даже витамин D нужно принимать, посоветовавшись со своим терапевтом, да, то есть подобрать, вообще определить, нужен он мне или нет, подобрать дозировку. Точно так же, да, есть препараты с теми же самыми нейромедиаторами, но это очень серьезная группа препаратов, это антидепрессанты, которые, во-первых, продаются только по рецепту, во-вторых, их применение очень непросто, потому что много может быть побочных эффектов, когда можно навредить себе, и здесь важен контроль именно врачебный. Опять же, по необходимости, да, если они нужны, они нужны, но только по назначению врача и под контролем врача, потому что наш организм очень такая тонкая система, в которую нельзя так грубо вмешиваться, ставить на ней эксперименты. Мы сейчас говорили о депрессии, что это сложное состояние, но как себя не завести в него и вот вовремя остановиться либо отправить себя к специалисту, что вот сейчас у меня закончится грусть и тоска, а дальше начнется депрессия, с которой я не справлюсь. Вот здесь тоже важно к себе прислушиваться, важно ощущать, что происходит в душе и делать все для того, чтобы быть счастливым, так скажем. Звучит очень громко, да, но тем не менее не лениться. То есть проще всего смириться, плыть по течению, ничего не делая с тем, что тебе не нравится, с тем, что тебя не устраивает. Но это вот путь в никуда, это путь к тому, что действительно может развиться депрессия. Я всегда повторяю, что себя надо любить, а любовь заключается именно в действиях, именно в том, что иногда приходится даже делать что-то, что тебе не нравится из любви к себе. Например, страшно идти к стоматологу, да, но мы же идем, преодолевая свой страх и дискомфорт, потому что понимаем, что так будет лучше для нас, да, точно так же. И в отношении психики, в отношении жизни, если тебе что-то не нравится, нужно с этим что-то делать. Не нравится внешний вид, значит, нужно заниматься спортом, здоровым питанием. Не нравится какая-то жизненная пустота, одиночество, значит, нужно прислушиваться. А что мне интересно? Пробовать, искать себя. Или, например, опять же, одиночество, а как я могу преодолеть это одиночество? Какие есть варианты, способы заставлять себя, где-то вот это полезно, немножко заставить себя все-таки выйти из дома, пойти куда-то. Ну и, конечно, обращение за помощью к специалисту, к психологу, если мы говорим, что это еще пока, слава богу, не депрессия, то есть работа над собой вместе с психологом. Как правило, это длительная работа. Не всегда люди это понимают, тоже приходят на консультацию и думают, что вот за одну встречу мы сейчас быстрее... Ну как терапевт, выписали рецепт, и пошел бутон лекарств, сделал себе, заварил чай, и все прошло. Да, разложим все по полочкам, мне психолог скажет, что делать, и я выйду счастливой, и буду улыбаться. И многие разочарованы и удивляются, что первые встречи люди выходят из кабинета психолога порой со слезами, рыдая. То есть мы начинаем, ну если нужна такая глубокая психотерапия, мы начинаем очень много прорабатывать травматичного, грустного. Опять же, не для того, чтобы помучить, а чтобы избавиться от каких-то гирь, которые висят, образно выражаясь, на руках и ногах у человека. То есть какие-то прошлые обиды, травмы, которые не дают ему двигаться вперед. Поэтому надо настраиваться на работу над собой, либо самостоятельную, либо с помощью психолога. Очень часто психологи советуют соблюдать режим дня. Как правильно построить свой режим дня в соответствии с биоритмами осени? Здесь важно, как я уже сказала, вовремя ложиться спать. Многие говорят, я сова, например, я жаворонок. Но все-таки это достаточно сомнительная теория. Как говорят, все маленькие детки же жаворонки у нас. Все утром рано-рано просыпаются, и никто не говорит, я сова, и редко когда какой ребенок спит до 12. Поэтому всем совам хочется сказать, что это выработанная привычка. И привычку можно менять. Привычка заменяется другой привычкой. То есть, как бы не было тяжело, но заставить себя лечь спать в 10, в 11. Это достаточно, да, займет какое-то время, выработка новой привычки, но это окупится. Ну и по возможности, конечно, вставать тоже в одно и то же время, как советуют даже выходные. В зависимости, конечно, у кого, когда на работу, да, потребность встать. Но лучше встать заранее, чтобы с удовольствием позавтракать. Вот многие пропускают этот момент бегом-бегом на ходу что-то, бегом-бегом дальше по делам. А ведь это вот первый ваш вклад в копилочку хорошего дня, да, получить удовольствие от завтрака, от вкусной еды, от того, что вы никуда не торопитесь, от того, что вы позволяете себе проснуться, потянуться, проснуться за чашечкой чая, кофе, ощутить вкус, да, ощутить радость. И дальше вы вступите в новый день уже с другим настроением. Соответственно, приемы пищи тоже должны быть обязательно регулярными. Ну, как говорят, три-четыре раза обязательно прием пищи. Обязательно должна быть запланирована прогулка, хотя бы, может быть, если нет возможности по времени, но чтобы это был поход куда-то, попутно, да, получить возможность подышать воздухом. Мне кажется, еще такой добрый совет, можно выйти на две-три остановки раньше из общественного транспорта и пройтись пешком домой, например, с работы. Да, вот я как раз хотела сказать, если есть возможность, чтобы это была прогулка или на работу, или с работы, или там магазин куда-то немножко подальше, потому что очень важно все-таки получить этот солнечный свет, несмотря на то, что пасмурная погода, все равно солнечные лучи есть, и важно себе помочь как можно больше получить этих солнечных лучей. Сейчас еще есть такая процедура, как светотерапия, но это тоже нужно через консультацию с доктором, это уже у кого настоящая депрессия, иногда используется этот метод. Ну, а мы сами для себя должны организовать эту светотерапию в виде вот таких прогулок, физической активности, ну и по возможности опять все очень индивидуально, общение. Иногда человеку хочется действительно вот осенью мы переходим в какой-то режим такой энергосберегающий, и хочется просто побыть одному, ни с кем не общаться, никого не видеть. Тогда да, если это ваше истинное желание, то пожалуйста, ничего страшного, я думаю, настоящие друзья поймут, если вы несколько так отстранились. Но если в то же время это не так для вас категорично, просто нужно помнить о том, что это важно, общаться с приятными, позитивными людьми. Вот распорядок дня должен быть таким, чтобы было место понемножку всему самому, самому главному, да, физической активности, общению с близкими, какой-то деятельности, которая приносит радость, удовольствие. Елена, если это не профессиональный секрет, чаще всего с какими вопросами обращаются к медицинскому психологу осенью? Осенью я бы так выделила больше вот именно с внутриличностными кризисами, то есть, да, именно когда человек понимает, что его что-то не устраивает в себе, что-то не устраивает в жизни, действительно, он начинает больше замечать, больше понимать о себе что-то, и, как правило, вот получается, что находит время для посещения психолога, потому что весной и осенью очень много радостно, очень много событий, не хочется... Много заботы, да, много забот, да, нет времени на это. А осень — это время такой созерцательности, время уединения, время, когда даже хочется немножко покопаться в себе, разобраться в себе, поработать над собой. И, ну, так я еще бы выделила, это какая-то эпидемия у нас, это вот панические атаки. Конечно, с паническими атаками обращаются круглый год и осенью в том числе. Наверное, такое самое яркое, самое болезненное, что когда человек понимает, что это что-то психологическое, он не может с этим жить, то есть настолько это дискомфортно для него, что обязательно... Вот здесь заставлять не нужно идти к специалисту, люди обращаются. Елена, давайте в конце программы подведем такой небольшой итог и дадим общий совет всем и взрослым, и детям, как правильно вести себя осенью, как выйти из осенней хандры, вернее, даже как не входить в эту осеннюю хандру и плохое настроение. Самый главный совет не сопротивляться течению времени, не сопротивляться изменению погоды, не сопротивляться каким-то грустным ноткам, которые появляются в душе. Вот это принятие, оно позволит вам и находить момент для радости, когда вы понимаете, что жизнь циклична, и осень означает лишь то, что впереди, например, веселый Новый год, впереди еще одна замечательная весна. Спасибо большое, Елена, я думаю, ваши советы сегодня будут очень полезны для всех. Я напоминаю, что сегодня в студии у нас была Елена Резепова, медицинский психолог, и мы обсуждали тему осенней хандры и как с ней справиться. Это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова